Мало кто понимает, зачем он живет, но все хотят прожить как можно дольше. Так же и в спорте. Мало кто понимает, в чем его истинный смысл, но всем нравится на него смотреть. Приветствую вас, слезы кашалота. С вами Федорович. А в этом видео мы не будем смеяться, а будем восхищаться настоящим духом и уважением в спорте. Победа любой ценой – это не та победа, которой стоит гордиться. Эйва Мутаи на забеге в Испании шел первым, но вдруг за 20 метров до финиша начал останавливаться, думая, что уже пересек финишную черту. Бегущий за ним Фернандес не стал пользоваться оплошностью Мутаи, а наоборот начал толкать его в спину, чтобы тот добежал до финиша первым. Главное – оставаться человеком, даже после жаркого боя. Именно таким человеком оказался беларусь Попов, который погрузил своего соперника на плечи и понес в раздевалку, после того, как тот получил травму ноги и не смог идти сам. Спорт – это не только погоня за медалями любой ценой. Прежде всего, это уважение к сопернику. Именно такое уважение на Олимпийских играх в 2014 году проявил канадец Джастин, когда Антон Кафаров на фристайле поломал одну лыжу. Канадец прибежал к нему и заменил поломанную на целую, чтобы россиянин смог продолжить гонку. На такие бои можно смотреть по-разному, но то, что это помогает и дает цель в жизни неполноценным людям – это факт. Айзек Маркес как-то пришел в зал ММА, чтобы потренироваться, несмотря ни на что. И дебютировал на профи ринге в бою против Диего Санчеса, звезды UFC, в котором, конечно же, одержал победу, за что нужно отдать должное Санчесу. Когда журналистка твоя девушка, интервью становится действительно приятным. Если ты прожил жизнь в честности с самим собой, тебе не о чем жалеть. А если боец добыл все свои победы достойно, он уйдет великим, даже несмотря на поражение. Дайте мне кнут, и с его помощью я сам добуду себе пряник. А если у вас есть настоящий брат, то пряник добудет вам он. На чемпионате мира по триатлону, когда до финиша оставалось 700 метров, Джонни Браунли просто свалился от бессилия. Его брат Алистер помог ему финишировать и затолкнул его на второе место, оставив себе третью ступень пьедестала. Дети бывают разные, иногда жестокие, а иногда они готовы побриться на лысо, чтобы поддержать своего одноклубника, который в таком юном возрасте должен одержать свою главную победу в жизни. Этот бой точно войдет в историю как самый спорный, но решение бойца заслуживает высших похвал. Майкл два раунда избивал в одну калитку своего оппонента, а потом просто встал на колено и сдался. После боя он сказал, я не хотел калечить соперника, но если бы я продолжил, его точно бы увезли в больницу, а рефери не останавливал бой, поэтому я предпочел сдаться, чем убивать. Детей всегда нужно поддерживать и мотивировать, особенно когда они сами чего-то хотят. У этого пацана врожденные проблемы со здоровьем, но он является фанатом Манчестер Юнайтед, которые с радостью дают ему возможность не только встречаться с лучшими футболистами планеты, но и тренироваться в их академии. Если ты забрал у фанов самое главное, а это, конечно, их еда, будь добр, отложи свою игру в сторону и сбегай купи новую. Как сделать оригинальное предложение своей подружке? Очень просто. Тренируйтесь всю жизнь, а потом на каком-нибудь чемпионате мира специально упадите, чтобы у вашей невесты стало сердце и она бросилась вас спасать. А вы с сюрпризом. Мужик, конечно, красавчик. Для настоящего фана достаточно простого внимания от своего кумира. А когда тот еще и делает подарок, счастью нет предела. Футболисты ПСЖ вышли на поле в спортивных костюмах, а малыши, которые их выводили в футболках и шортах. Что не понравилось Тиаго Сильвия, который решил восстановить справедливость. Иногда для счастья всего лишь нужно, чтобы тебя заметили. Есть настоящие спортсмены, для которых главное не результат, а уважение к сопернику. Прямо как этот баскетболист, который не стал забрасывать мяч, а спас от серьезного падения соперника. Поддержка очень важна для любого человека. Особенно в спорте. Особенно для детей. Даже через слезы, но с поддержкой товарищей по залу, малой таки перебил эту дубовую доску. Если ты человек с большой буквы, то будь им во всем. Прямо как теннисист Новак Джокович, который на корте всегда успевает проявить уважение. То подарит полотенце фанату, то даст девчонке, подающей мячи, поиграть в теннис, и сам подаст ей мяч. То посадит рядом с собой бойбола и угостит водичкой. Или поиграет в теннис с паралимпийцем на его условиях. Юный фанат нарисовал рисунок, где пилот Формулы-1 из конюшни Феррари стоит на пьедестале, который этот же пилот с удовольствием принял и подцепил в гараж, как мотивацию для победы. Ван Перси перед ответственным матчем с Фейнордом пожал руку всем детям, которые выводят футболистов на поле. Причем обеих команд. Хороший игрок должен быть хорошим человеком. Тогда даже после окончания карьеры тебя будут помнить и уважать. Прямо как этого игрока в отставке, который стал репортером. После финального свистка на поле выбежал мальчуган, чтобы разделить славу победы со своей родной сборной Бразилии. А Стюарт хотел забрать у малого такое счастье и отвезти его обратно. Но Неймар отбил пацана и дал насладиться победой. Вот так футболисты атлетика Бильбао решили поддержать своего одноклубника, который боролся с раком и проходил химиотерапию. Рафаэль остановил теннисный матч, когда услышал, как среди зрителей женщина искала свою дочь, чтобы все смогли ей помочь в поисках. И дочка быстро нашлась. Автограф Ибрагимовича одежду не испортит, даже фирменную. Родители этого мальчика погибли от рук террориста в Ливии, после чего его привезли в Испанию, где Рональдо и другие игроки Реал Мадрида взяли его под свою опеку. Возможно, мы увидим новую звезду футбола. Даже спортсмены-миллионеры должны оставаться людьми, прямо как Месси, который вернул охранника оттаскивающего пацана и сфоткался с ним. А вот что бывает с юными фанатами, когда им отдают свои профи кроссовки-баскетболисты. Даже не знаю, да растет ли когда-то этот малый до такого размера. Фанатка хоккейного клуба пришла на матч с плакатом «Сегодня мой 21-й день рождения и все, что я хочу, шайбу от номера 13». И она ее получила. А может, еще и клюшку после матча. А вот вам феноменальное действие. На баскетбольном матче 50-летний программист забросил мяч с центра поля и выиграл 75 тысяч долларов. Посмотрите, как за него радуется один из лучших баскетболистов мира Джеймс Леброн. 90-летняя бабушка в Италии решила поддержать всех марафонцев, если не на трассе, так хоть морально давай им пятюню. И многие от этого зарядились на рывок. А вот мужик красавчик протянул шланг с дома, пожертвовал своей водой, чтобы спасать марафонцев от жары. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик и делитесь видео в соцсетях. А в комментах напишите, какие моменты уважения были в вашем спортивном опыте. А поддержать канал и получить мою благодарность вселенской силы вы можете, став спонсором канала по ссылке возле кнопки подписаться, увековечив свое имя в конце видео и получив плюс 100 к карме. А если вы хотите привести себя в форму и посмотреть серьезные обзоры боев и бойцов, подписывайтесь на мой второй канал по ссылке в описании. Там же вы можете забрать бесплатные видеокурсы по самообороне и муай-тай и подписаться на телеграм-группу Движуха с Федоровичем. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках. Подписывайтесь на мой канал.